Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия. И я вам клянусь, что после того видео, трейлера моих будущих видео по распаковке кукол Барби, вообще не предвещало ничего. Я действительно думала, что видео больше не будет до 1 января, когда будет первая распаковка кукол. Но, знаете, порой судьба приносит вам новые какие-то удачные, счастливые, судьбоносные повороты. И всё идёт немножечко не так, как ты хотел. Вот у меня было то же самое, всё шло нормально. Но потом случилось страшное, случилось вот это. Да, я смогла докупить почти всех оставшихся кукол и даже больше. Просто потому, что я опять зашла в детский мир, там были скидки, и там появилась одна кукла, которую я хотела, но я её не сразу хотела, я её хотела потом. И, кстати, да, я тут вспомнила одну вещь. Изначально я вообще хотела из коллекции БМР всего лишь две куклы. Две. А сейчас у меня, получается, почти будет вся коллекция БМРовских кукол Барби, кроме двух. Это низкая афро-американки с сиреневыми волосами и кена афро-американца. Да, потому что один кен у нас уже есть, но это не мой, это кен моего молодого человека. Вот, потому что он шарнирный, он крутой. Да. Так вот. И всё, я думала, ладно, всё, я докуплю вот этих трёх кукол, и всё. То есть всё, коллекция, всё, хватит. Больше в детском мире ничего нет. Но тут мне сегодня маякнуло в детском мире, что тадам, загляните, там у нас скидки. А я не помню, что я зашла посмотреть, но я зашла посмотреть, главное, не себе. Я захожу и вижу, что в детском мире появился снова кен, рыжеволосый, кучерявый, с ямочками на щеках. Со скидкой. И его доступно было привезти в любой магазин детского мира. Я могла бы завтра съездить забрать их всех, но я не выдержала. Сегодня после работы заехала тех, забрала, кто там уже меня ждали. А завтра я поеду за ещё одну куклу, то бишь за этим кеном. Вот такие вот новости. Ну, в общем, к чему это? Я не... Это видео не о том, что я рассказываю, как тут вообще... Какой бред у меня тут происходит? Я не помню, я просто кукольный какой-то бред. Это видео о том, что я решила сейчас сесть и показать вам абсолютно всех кукол, которые я себе купила. И прежде чем сидеть и завидовать мне, или сидеть и грустить о том, что у вас нет такой возможности скупать себе столько игрушек, Вы меня знаете, те, кто знают, те, кто не знают, узнаете. Я очень редко... Ну, точнее, я могу себе что-то покупать, но чаще всего это выглядит как. Я раз один или два год бомблю на какую-то конкретную тему, и я закупаюсь на эту тему прям вот капитально. У меня был бум на шляхов, я закупила себе в один момент дофига шляхов. У меня был бум когда-то на Монстр Хай. Вон стоит куча Монстр Хай. У меня сейчас бум на Барби. Welcome to Paradise. Давай пожаловать к кучу Барби. И да, теперь я еще очень сильно буду ждать весны, чтобы провести всех своих старых кукол Барби с дачи, провести их в порядок. Причем некоторых из них я даже не помню, просто потому что их привезли на дачу, они не мои, а я их даже не знаю, но не на этом суть. Давайте же посмотрим, что было куплено а-ля под эту елочку. Давайте начнем с самых простых вещей, наверное. Сейчас надо подумать. Я взяла сегодня трех кукол, поднимаю глаза и вижу еще кое-каких кукол, которые шли по хорошей скидочке. Я посмотрела на них и я поняла, что у меня, вот у меня никогда в жизни не было таких куколков. И чтобы вы понимали, я за 250 рублей каждую штучку взяла пупсиков. Я взяла пупсиков для Барби. У меня никогда не было пупсиков для Барби. У меня есть две Челси, ну а-ля Челси. Нет, хотя нет, у меня есть одна, возможно, действительно правдивая, оригинальная, одна Челси-блондиночка на даче. И еще одна девочка мне давила, так, детская подруга. Она то ли с черными, то ли с каштанными волосами, но суть, в принципе, а-ля моделька Челси, у меня две штучки лежат на даче. Теперь я грущу, что я их не забрала оттуда в этом году, но я не думала, что у меня будет бум на Барбере. И сегодня я забрала вот таких вот очаровательных малышей. Я не знаю, зачем. Ну, хотя нет, вначале я увидела, там было две пачки вот таких вот пупсиков. Один такой, а другой был точно такой же, как этот, только вот таким маленьким комплектом с бутылочкой, полотенчиком. И только у него подгузник был, значит, не белый трапошный, а... А, нет, наоборот, вот тут желтый трапошный, а у того был тоже белый трапошный подгузник. Вот. И я села, ой, точнее, я встала, и я как... Я начала задумываться, и я поняла, что всё. У меня сразу милые фотографии Барби с этими пупсами в голове, сразу... Ой! И причём блондинчик-то в принципе подойдёт любому, любой светлой парочке. Да, был бы один кен хотя бы, точнее, вот именно мой кен, потому что я поняла, что брать кена моего парня такая себе затея, иначе я заиграюсь, и ему будет обидно. Кстати, вот по поводу этой сути тоже будет весёлый разговор. И готовьтесь, кстати. Поставьте на паузу, возьмите себе печенюшек, что-нибудь вкусненького, чаёчка, водичка, газирочки. Я не знаю, что вы любите попивать за просмотр в видосику, потому что он обещает быть очень-очень длинным. Да, и не разложает вот эта прядка, которая мне в глазах заливает. В общем, вот такой вот маленький карапузик, именно Бэйбер, да, ещё отражается экран от телефона. И, кстати, напишите комментарии. Больше не будет такой оплошности, вы сможете писать свои комментарии под моими видео, потому что в прошлом видео я изменила одну функцию, и вы не могли писать, так что простите, пожалуйста, мой косяк. Вот такой вот пупсичек, вот такая вот классная малюточка, я прям не могу. Вот ещё эта бутылочка, и он такой прям маленький, вот такой большой пальчик без когтей. Вот такой маленький пупсик. Вот, я не выдержала, я завоевала. А здесь у меня очень много кукол, значит, вот даже сейчас, если подумать, у меня светлая одна лишь Барби, йога, а одна афроамериканка и две со смуглой кожей. Одна это из пляжной коллекции, которая когда-то пахла кокосом, не шарнир, ну, точнее так, обычного целосложения. И из второй серии коллекции йога, такая а-ля латина, вот, высокая, по-моему, вот она, или не высокая, ну, очень латинная. Вот они такие со смуглым достаточно цветом кожи, и вот эти вот детишки, я думаю, подойдут им шикарно. Особенно пацанчик, это, кстати, мой первый пацанчик для кукол. Вот, серьёзно. Вот, это первый мой пацанчик, это первые пупсики. Не, у меня были когда-то пупсики, не знаешь, такие маленькие, советские. Но, вот это вот, это первая жизнь моего счастья. Я вообще, я сижу, я радуюсь, как маленький ребёнок, как когда-то мне на Новый год. Вот, я помню, пришла моя подруга, названная сестра, и у меня были куклы разложены на ковре, и она приносит мне а-ля подружку для Челси. И мы сидели с ней, играли с этими пупсиками. Там ещё в комплекте был маленький, здесь симпатичный был спидж. Да, ладно, отвлеклась немножко. Так что у меня будут даже семейные фотографии когда-нибудь с вот этими маленькими карапузиками. Вот, пойдём к следующему этапу. Следующий этап это... Ой, если честно, она мне изначально очень сильно понравилась. Я буду запрять мне немножечко с дожей. Она мне очень сильно понравилась. Я влюбилась в её молд, в её лицо, в её волосы, в принципе, вот во всё это я просто влюбилась сразу. И я, наверное, думала три раза покупать её или нет. В итоге, когда я думала, что у меня последняя возможность брать её или нет, я решила, что я её брать не буду, я возьму другую куклу. Но в итоге... Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Токио 2020, да? Ой, вы не гипершарнирные. У вас не 18 точек артикуляции. Как так получилось, что вы оказались у меня? Наверное, у вас очень шикарное лицо. И это правда, это истина. Мне очень сильно... Вот, наверное, вот так вот будет лучше видно. Мне очень сильно понравилось её лицо. И несмотря на то, что сейчас все куклы Барби, которые у меня есть, они шарнирные, это исключение из правил, потому что она не настолько шарнирная, как, допустим, те же Барби Йоганю, у неё просто все там сидят. У неё есть шарниры только плечи, локти, кисти, таз, колени. И вроде бы всё. Ну да, вот тут на ножках шарнирчика никакого нету. То есть она меня, она меня приманила к себе только вот своим видом. Просто только вот этим вот лицом. Причём, знаете, мне очень сильно нравятся её волосы, её личико. И, в принципе, мне нравится её высокий такой спортивный хвост. Но мне очень интересно, какая там прошивка, поэтому, возможно, когда-нибудь я этот хвостик расплету. Тем более, что я, в принципе, овладела навыками прозрачных резиночек. Да, навык прозрачных резиночек. Шикарное название. И, может быть, когда-нибудь я действительно расплету ей этот хвост, посмотрю прошивочку, посмотрю, как у неё могут ложатся волосы, какие-нибудь другие прически, может быть, я и сделаю. Вот. И, в общем, вот такая вот. Тапочки, перчаточки, медалька и ещё одна кофточка Tokyo 2020. Серия, кстати, мне понравилась Tokyo 2020. Но, единственное, там, по-моему, почти все куклы. Это, по-моему, просто Барби обычные, эти блондинчатые. Так, следующий по счёту у нас идёт... Да, и я знаю, кукол реально много, реально дофига. Но вы берите расчёт на то, что у меня бум на это раз в 7 лет. Если поделить, наверное, то получается... А, две куклы в год, что ли? Следующий у нас пойдёт... Ну, давайте по спортивной тематике тогда пойдёт. Ай! Ай! Ай, подоцепились. Отдай. Всё. Следующий идёт Барби с комплекцией Made to Move. И это вот такая вот Барби-баскетболистка. Изначально я её вначале хотела, потом передумала. Ну, я хотела просто потому, что мне нужна была новая кукла Барби... Кукла Made to Move, и я не могла решить, какую именно я хочу. Ну, хотя нет, вот тут, кстати, есть одна кукла. Я бы её очень сильно хотела, но её нигде нет. Её нет ни на одном сайте... Ой, точнее, её нету на сайте Детского мира. И когда-то я её очень сильно хотела, и если я её когда-нибудь увижу, я, наверное, всё-таки... Это вот такая вот кукла-танцовщица уличного хип-хоп. Вот, но... Она, видимо, сейчас редкая, её вообще нигде не найдёшь. Вот, в общем, взяла баскетболистку. Потом я увидела, что у неё типаж... Типаж тела высокий, то есть у неё высокое тело, и я подумала... Хм... Надо взять, надо взять, надо взять, надо такую красоточку взять. Потом я просто начала всматриваться в её лицо, и... Вот, в общем, у неё очень классное, симпатичное лицо. Я это поняла не сразу, и когда я это поняла, я её тоже очень... Я её взяла. А, вот, кстати, у неё в коллекции все куклы, вот эти вот три, это просто Барби. Просто Барби в разных костюмах. Зачем так делать, не понимаю. Вот. Так, идём. Дальше. Не забывайте подогревать себе чайочек. Мы только на середине, даже ещё не дошли до середины процесса. Следующая кукла, это подарок мне на Новый год от моего парня. Это Барби Йога, ну или просто Барби Мэй Ту Мув в шарнирном теле. Это пышечка. И, надо сказать, у меня была возможность взять её ещё летом, когда в детском мире была акция 1 плюс 1 на кукол Барби. Но я решила взять себе из этой же коллекции, получается, я взяла себе Латина, девочку, и саму Барби. А пышечку я как-то, ну, решила не брать. Вот что-то мне в ней не нравилось. А сейчас мне в ней что-то понравилось. Вот, поэтому я её попросила на Новый год. И вот мне подарят на Новый год вот такую вот классную пышечку. Эту куклу я не имею права сейчас до Нового года вскрывать ни в коем случае. Поэтому она лежит в обязательном порядке у меня под ёлочкой. Вот. Вот такая вот красоточка. И да, ребят, то, что я сейчас показываю вам всех кукол, которые я вообще когда-либо буду вскрывать, а я буду их всех вскрывать, поверьте мне, когда они лежат в коробке под ёлкой, вам, ну, точнее, то, что у вас лежат в коробке с игрушками дома, у вас только одно чувство. У вас чувство спокойствия, что они у вас уже есть, и что они никуда не денутся. Но это не избавляет вас от тех эмоций, которые вы будете получить, когда вы уже будете открывать этот свой новогодний подарок. Так. Потом. Следующий. Next. Next кукла. Сейчас пошли только БМРки. Причём там будет вообще полнейший шок. Я думаю, вы удивитесь очень сильно, но я потом объясню почему. Пошли куклы Барби БМР. Значит, у меня получается, Кен из первой серии станет уже на полочке моего парня, а это всё остальное. Значит, получается, куколки БМР. Я извиняюсь, что я собираюсь сильно шуршать, но по-другому никак. Вот такая вот красоточка. И да, да, я знаю, что она открыта, что я могу её пощупать, но всё равно, когда я буду её открывать, это уже будут другие эмоции. Вот, так что... Я, кстати, когда-то эту куклю хотела, по-моему, самой первой, а потом что-то пошло не так. Я захотела двух других кукол, а потом я захотела почти всех, и опять эта прядь лезет в её глаза. Ну, в общем, всё пошло не так. Всё. Всё куда-то пошло не так. Дальше у нас идёт из этой же коллекции вот такая вот японочка. Она, кстати, вот если бы я покупала по одной кукле, она была бы, наверное, самой последней куклой... Да что ж такое? Я искренне извиняюсь. Самой последней куклой, которую я вообще бы хотела, потому что мне нравится её телосложение. Мне... Мне безумно нравятся её босинки. Давайте будем думать, что я купила эту куклу чистой за ботиночек. Мне безумно не нравится этот жёлтый берет. Мне безумно не нравится это платье. Нет, платье, дизайн, мне нравится. Мне не нравится сочетание цветов. Мне безумно нравятся вот эти ботиночки. А ещё мне безумно отвратителен её макияж. И я вам гарантирую, что когда я её распарую, первым делом, что я сделаю, это смою вот эти фиолетовые губы и, наверное, смою там жёлтую стрелку на обоих глазах. А, сережки там, по-моему, вытаскиваются, да? Если вытаскиваются, то замечательно. Вот, потому что... И вот этот жёлтый берет, ну мы... Нет, в принципе, сочетание жёлтого-фиолетового норм. Может быть, зелёный-фиолетовый норм. Но тут какая-то сборная солянка под названием... Непонятно что. Вот, и мне ещё слегка смущает её цвет кожи. Но когда я увидела эту куклу, знаете, просто без одежды, вот просто такой, какая она есть, мне понравилось всё, кроме ярких губ. И поэтому я решила её купить. Тем более, насколько я помню, у неё маленький рост. Ну, я, если честно, подзабываю, у кого какой рост, потому что кукол я уже накупила много. И открывать я буду не сразу. Пусть Новый год наградит меня терпением и желанием... Точнее, желание это будет, но терпением потом всё это открывать. Следующая, где-то вот такая вот куколка БМР. Да, сейчас только БМР пошли. Это высокая девушка с исключительно необычным модом. С кучеряшками. Как я в неё влюбилась? Сознаюсь, когда я впервые увидела эту куклу, она мне вообще не понравилась. Она мне была вообще неприятной. Я не хотела её брать в никаком вообще никаких обстоятельствах. Но потом я увидела фотографию в Пинтересте, как она сидит, милая, такая в джинсиках, в сером свитере. У неё распущен хвостик вот с этими вот кучеряшками. И из двух прядей вот тут и вот тут сделаны гульки. Одна подруга, кстати, назвала эту куклу... Вот просто. У куклы нет никакого имени. Она просто названа... Ну та, что на стиле. И всё. И я сразу понимаю, какой кукле идёт речь. Это значит, что она имеет в виду вот эту вот кучеряшку с... Вообще просто крэйзи обувью, крэйзи волосами и совсем абсолютно крэйзи. Вот. Мне сейчас очень нравится её лицо, очень нравится её кучеряшки. Я их не буду выпрямлять, но я и сделаю другую бить прическу. Это прям стопроцентно. Одежда её мне непривычна, необычна, Но, в принципе, она клёвая. Она классная. Так. Следующая кукла будет... Тоже БМР. Слушай, да у меня тут уже склад какой-то. Ну реально, вот, ну... Я себя понимаю, что раз в 7 лет Меня бомбит так на закупку каких-то игрушек. И знаете, это нормально. Зато прикольно это доживёт до моих детей. И, возможно, каких-то кукол я потом буду давать своим детям. Потому что я не коллекционер. Я буду их раздевать, переодевать И каких-то можно перерисовывать. Следующая кукла. Очаровашка. Я в неё влюбилась сразу, как увидела. Я не могу... Я не знаю, как её назвать. Как ты тебя назвать-то? Я не знаю, как тебя назвать. Тут русский есть. А тут ничего не написано про твою национальность. Только то, что коллекция. В общем. Шуршалки. Шуршалки. Сильные пакетики. Это вот такая вот куколка. Которая мне просто безумно понравилась. Когда я даже увидела эскизы этой куклы, я поняла, что это... Эту милаху. Причём низкую, насколько я помню. Я обязательно хочу иметь в коллекцию. Это вот такая красоточка. С безумно густой швелюрой. Безумно густыми косичками. И вообще с крутым видом. Мне не нравится, что ботинки зелёные. Но, в принципе, в сочетании с синим и жёлтым здесь нормально. А вообще, типаж обуви у неё крутые. И панамочек, в принципе, нормально. У неё очень милая панамочка. Те, кто мои соколобовцы, я знаю, что вы наверняка смотрите это видео. И вы помните, как я доставала у вас вопросом. Покупать мне и парню одну куклу на двоих. И иногда её просить поиграть, к примеру. Ну, там, одежду шить или что-то такое. Или купить две одинаковые куклы и не морочиться. Мой парень не жаден или не вреден. Но я понимала, что, к примеру, вдруг у меня бомбомёт. И мне очень захочется потискаться с его куклой. Реально, потискаться, поиграться. Ну, может быть, фотосеты сделать. В общем... Подождите, мне главное не перепутать. Так, это была под булочкой. Значит, вот это, вот это. Да, это две абсолютно одинаковые куклы. С абсолютно одинаковыми аутфитами. Зато я могу вам точно сказать, что вы увидите обзор на эту куклу, когда я буду распаковывать свою. Потому что вот эту вот будет распаковывать мой молодой человек себе на Новый год. И будет счастлив. А я буду счастлива распаковывать его подарок мне и мой подарок мне. Вот, так что. Да, это моя кукла. Да, я серьёзно отношусь к ней. А, ну да, это моя кукла. Вот здесь лежит чек на сегодняшний поход в детский. Который лучше не занадывать. Вот, в общем, вот такая вот азиатка, красоточка. И знаете, когда я её увидела вначале, я молила о том, чтобы у неё были чёрные волосы. Но они у неё вовсе не чёрные, а тёмно-русые, с блондинистыми прядками около лба. И, возможно, я её буду перерисовывать, потому что мне не нравятся её зелёные тени. И, возможно, даже буду перепрошивать. Но, знаете, вот она сейчас находится у меня дома в коробочке. Я начинаю на неё смотреть всё чаще и чаще. И понимаю, что, возможно, она останется такой, какая есть. То есть, возможно, не уверена, но возможно. Так. И просто, просто вау, эта кукла. Просто она появлялась на моих глазах всё это время, пока я закупалась этими куклами. Но она была без скидки. Она мне очень сильно нравилась. Но она была без скидок. И я решила, что ладно, без скидки я её смогу и потом взять. Но тут закончились одни в скидки, начались другие. И мне удалось её взять. Это был... Что это было? Это был... А, это была стойка-подставка. Да? Да. Ой! Она божественная, она прекрасная. И даже вот эти синие-фиолетовые губы её не портят. Слушайте, я передумала. Я не буду ей стирать эти губы. В общем, я смогла взять вот эту красотку, ребята. Вот эту красотку. Вы даже не представляете, как я сейчас счастлива. Мало того, что она на... Что она такая шоколадная. Она прям тёмного. У неё оттенка тела. Шикарные, длинные, достаточно чёрные волосы. Шикарное лицо. Шикарный макияж. Симпатичная платьица. У неё прозрачный джемпер. Джемпер? Я не разбираюсь в одежде. У неё кофта прозрачная. Шикарные ботиночки. И она... Я извиняюсь. У меня просто эмоции. Я сейчас так радуюсь. Потому что в магазине, когда я её взяла в своём заказе, я быстренько проверила, всё ли нормально, закрыла и побежала на кассу. А сейчас я её смотрю. И... Боже мой. Она прекрасна. Кажется, я нашла. Хотя, я вот думаю, у кого открывать на Новый год. Вот эту красоточку. Или, допустим, пацанчика, которого я заберу завтра в детском мире. Потому что я пацанчика очень сильно хотела. И прям... Ух! В общем, вот посмотрите. Она реально красотка. Вообще, в этой коллекции все красавцы... Ладно, правда, одного мистера афроамериканца с зелёными волосами, я бы ему вообще собрала этот зелёный мех из головы и сделала бы из него обычного афроамериканского кена. Если когда-нибудь я его куплю, я так сделаю. Ну, просто посмотрите на это. Вот она... Она прям... Ой, она прям просто звезда этой коллекции для меня. Ооо, это прям просто красотка. Это... Я прям не могу. Я прям не могу. Вы меня простите, но я прям не могу. Так, в общем, вы не поверите, но это всё полчаса почти. Я вам тут рассказываю, распынаясь про своих будущих кукол. Ну, их не нынешних, но как бы будущих. Плюже-же завтра появится мальчик в коллекции. А мальчик мне этого прям очень сильно хотела. Я уже говорила, мне было час до него ехать, но пока я думала, его раскупили, а сегодня я увидела, что его могут доставить в абсолютно любой магазин в Москве. И, разумеется, я заказала в тот магазин, где была вот этих красоток. Ребята, просто я не могу, я обалдею. Эта красота какая-то неимоверная. Ой, как их много. Боже мой. Я не могу, я так давно не радовалась. Я так радовалась, наверное, последний раз, когда... Когда покупала последних себе шарнирных куколок. Да, летом на карантине. Нет, не на карантине. Или мы уже сидели на карантине? Нет. А, нет, мы еще не сидели на карантине. А, летом, да. Убеги. Я не помню. Вот. И когда, значит, шляхов покупала. И когда старстейбл СК 20 тысяч себе смогла купить за один раз. Ребят, это божественно. Божественно. Давайте просто ужаснемся. И я посчитаю сейчас всех кукол, которые у меня тут лежат, с учетом мальчика, который завтра будет. Но без учета вот этой куколки, которая предназначена моему молодому человеку. Итак. Давайте я буду считать только коробочки. И считать чисто кукол. Так, ну давайте. У нас получается два пупса, один мальчик. Это три. Значит, три. 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 Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Мамочки. 10 10 11 12 ибо и пацанчик будет 13 кто не знает 13 это мое самое счастливое число 5 а у пятница 13 это вообще про моё моё я не знаю какие эмоции выдавать на это все ладно ребят я осознамся еще в одном еще с одной важной вещицы сознаюсь я это точно это еще не значит 13 пацанчик и что я хочу еще пять кукол я вам скажу даже какие я хочу всю серию барби экстра и они шарнирностью какой-то это барби то есть они не мэй туму они классные суперски и я хочу всю эту серию их пять кукол зато знаете моя сестра одна из двух стер одна получается одна сестра сказала что точнее она подтвердила мою мысль что раз несколько лет создаются шикарные игрушки в разных сферах и если ты не успеешь их себе купить то дальше будет все очень плохо и ты будешь искать шикарные игрушки себе на авито и знаете это я подтверждаю потому что я у меня вот в 2005 тире наверное седьмом году мне покупали мегаблоковских драконов и эти шикарные драконы сейчас стоят у меня дома на полочках и я могу наблюдать эти шикарные игрушки которых больше не выпускают хотя мегаблок сейчас до выпускают начали снова выпускать маленьких дракошках и единорожек в яичках маленьких это крутые серии но таких драконов как было сейчас уже нет я даже одного короля дракона все на авито покупала потому что таких шикарных драконов такого качества вы не найдете поэтому это все закупается сейчас потому что пройдет год после выхода этих букв и все вы будете находить только за безумные деньги на сайтах авито или перекупщиков нет некоторые могут их продавать по нормальной цене даже такой же по какой они покупали может быть даже заниженный может быть нюдом то бишь без одежды но чаще всего вы будете находить этих кукол просто в два раза выше по стоимости а то и это верно в два раза дороже так что спасибо что вы выдержали это видео надеюсь оно вам понравилось ставьте лайки пишите на комментарии в крайнем случае если не хотите писать лайки пишите ой все извиняюсь извиняюсь если не хотите писать комментарии ставьте лайки я пойму что вы все-таки посмотрев это видео нашли для себя среди этих кукол каких-то любимчиков и вы захотите в будущем увидите на них обзорчики ваши лайки это знак для того что вы ждете и также так сильно как и я и что в будущем я буду снимать распаковочку каждый из этих кукол с вами была ядом далее опять хотела прощаться как высокой но нет всем пока удачи вам и до встречи в следующих видео а с вами были куколки удачи вам пока